Материал выгружен, можно приступать к выполнению творческого задания. Детям первой младшей группы воспитатель предложила попробовать себя в качестве строителей и собрать из кубиков здания. Какое, каждый решает сам для себя. Примеры прямо за окном детсада. Идите сюда. Что делают? Посмотрите. И если для детей это лишь обычное здание, которое возводят по соседству, то для многих родителей микрорайона Голубые Дали это долгожданный объект. Пристройка к основному корпусу детского сада номер 107 рассчитана почти на 100 мест. Строители торопятся, сроки поджимают. Фактически работа у нас находится в составе завершения. На сегодняшний момент дневочная работа выполнена на 95%. Идет завершение монтажа соотехнического оборудования и электрооборудования. Остальные инженеры не сидят и психологически вышли в дежурку с новатки. И рассчитываем завершить полностью работу с получением разрешения на воду объекта ориентировочных видов. Если на первом этаже еще кипят работы строительные, то на втором уже началась уборка помещений от мусора и установка новой мебели. Весь инвентарь, говорят в управлении капитального строительства, уже закуплен. Это наша группа, которая уже обустраивается. Ремонт не закончен. Уже закуплена мебель. Уже мамочки пришли. Помогают нам наводить чистоту, блеск. Расставляют игрушки для своих деток. Лариса Кривоштадт кликнулась на просьбу воспитателей помочь помыть окна и расставить новую мебель в группах, не раздумывая. Ее ребенок – один из тех, кто получил долгожданную путевку в детский сад рядом с дома. Гуляя вокруг садика, мы часто смотрели, просто на глазах возбудились стены и так далее. Потом уже видим вокруг обновление уже и покрашенные стены. Заглядывали в окошки. Наконец-то вот наступает тот момент, который мы ждали. После того, как строители сдадут объект, детскому саду предстоит еще лицензирование. По словам заведующий, процесс займет около месяца. Так что уже в октябре воспитанники из первой младшей группы смогут пойти в гости к новым соседям. Среди них, возможно, будут и их друзья, которые пока сидят дома с мамой, папой или бабушкой. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.